Добрый вечер! Мне очень приятно, что почтеннейшая публика собралась послушать мое произведение, которое называется «Опера нищих на русский мотив». Это давнишняя моя мечта перевести трехгрошовую оперу на русский, не на русский язык. На русский язык я одновременно действительно переводил все эти зонги, было такое событие в моей жизни. И не на русский язык, а перевести сюжет в нашу действительность. И давно много делала эта идея, тем более, что сюжет перемещался с невероятной легкостью в наши столь знакомые, столь разнообразные и драматические будни. Вот я попробовал переместить, ну и, соответственно, появились параллели. В частности, если помните главного героя в трехгрошовой опере «Гангстера» звали Майки Нож, то у меня Леха Ствол. И так далее, в том же духе. Леха Ствол. То, что у Брехта был бичем, помните, такой мошенник, который командовал довольно большой армией поддельных нищих и попрошаек. У меня Жора Цыган и его жену зовут Мария. Их дочь у Брехта именуется Полли, у меня, естественно, Полина. Друг Майки Ножа, с которым они вместе сражались там далеко, в Индии, в колониальной войне, был Пантера Браун. Здесь у меня орудик Полкан. Полкана я взял из сленга современного, подобного тому, как в лагерях бригадиров называли «бугор», так в армии называли полковников, полкам. Ну и есть некоторый персонаж, которого нет у Брехта и параллели нет, я его сам придумал. Это кандидат в мэры Виктор Ильич Стулин. Есть еще также персонаж, необходимый совершенно, поэт. Он склеивает все это и освещает своим ироническим вниманием. И есть еще героиня, которой нет у Брехта, но есть зато в нашей действительности волонтерша. Молодая, красивая волонтерша Женя. Вот, а дальше хор и состоящий из самого разного рода нашей действующей публики. Итак. В городской бане губернского города распаренные и разомлевшие отдыхают четверо друзей. Леха, Жора, Рудик и Стул. Они все учились в одной школе, в одном классе, но дороги их несколько разошлись. Но вот, тем не менее, пока не в пределах одного города, собираются время от времени. Слышна знаменитая песня баллада Майки-Ножа в исполнении Армстронга. Жора говорит, эй, потише, можно? Радист делает потише. Ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве. Считается, что они сидят, закутавшись, поскольку, то, что вышли из парной, закутавшись полотенца на голые тела, скажут со своей кружкой пива, пиво, разумеется, с прицепом, и они затягивают свою. Вот, я сочинял эту их общую песню, так, в тайне ориентируясь на степь, да степь кругу. И так, эта мелодия хорошо, как и степь, раскладывается на два, а то и на три голоса. Мы на зоне нашей общей, ни за что и ни про что, отбывали срок бессрочный, пока время не пришло. Дали, дали нам свободу, по указу из Кремля. И теперь нам стало можно, все, что было, нам нельзя. А мы на зоне не учились на работе руки рвать. Второй. А учились мы на зоне поголовно воровать. Третий. А потому что по-другому не хотели, не могли, и вместе у нас Бога отобрали, а замену не нашли. Третий. 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 И не верим глазам, вместо этого мутанта Острые концы, звезды пятиконечные, хорошо, что не шути. Вот, ё-ка-лэ-мэ-гэ, ой, я не понимаю, Всё смешалось в нашем доме, как сказал Толстой. Всех частников отправили на лесоповал, Всех умников прогнали в Истамбул и Париж. Кого не расстреляли, оболванили зато, Наделали ракеты, перекрыли Енисею. Ё-ка-лэ-мэ-мэ-мэ, ой, я вас упомяю, Нет, ребята, всё не так, как сказал Толстой. В девяносто первом очнулись опять, Звезда горит, орёл борит, вернулся родной. Во храме коммунисты отпевает государя, И выйдет за кефиром, что же вижу я кругом. Кругом прекрасная торговля честная, Торговля честная, башь на башь. Мы, люди, хоть и будь ты дух святой, За этот рай земной, Всё отдашь, всё отдашь, всё отдашь. Кругом прекрасная торговля честная, А мы все честные, как один, Мы люди скромные, за ваши кровные. Всё продадим, всё продадим, всё продадим. И кричи раздают, купите, купите, подходите, купите вождей, купите вождей, а кому погадать, а кому погадать, и так далее, и так далее, все эти кричалки. И посреди всего этого балагана появляется роскошный Мерседес, из которого выходит роскошный Леха Ствол со своей невестой Полиной. Леха оглядывает территорию и говорит, Полине, ваш контингент, Полина, папина территория, часто здесь бываешь, спрашивает Леха, Полина, я здесь, после Лондона, королева, я молчу, но вот где-то здесь я их видел, кого их родственников, Каких еще родственников? Ты же сирота. Наших родственников, Линочка, наших с тобой будущих предков, чтобы все как положено. И подходит к одному из торговц, это ветеран, так сказать, партийный такой ветеран, который торгует бюстами вождей. Он торгует и поет наверх, мы, товарищи, все по местам, последний парад наступает, то Родину штатам еще не продал, пусть наших вождей покупает. За нами Россия, за нами Москва, за Ленина доллар, за Сталина два. Полина, а че это Ленина у тебя дешевле? Ветеран Сталин покруче будет. Леха, зато Лысый хоть своих не сажал, а этот не стеснялся, ветеран, но он очищал аренды. Леха, допустим, а беспартийных за что? А чтоб лишний раз не возникали. Дед, говорит Леха, скажи честно, ты-то сам сидел или сажал? А вот тебя бы я точно посадил. Меня-то за что? А чтоб не возникал лишний раз. Тут Леха рассердился, начинает его, берет его за шкиф, говорит, да разве я возникаю? Ну что ты, батя, если б я возникал, ты бы у меня всю свою скульптуру сейчас без масла добился бы, ожирал, пока не сдох вертухай сраный. Леш, ты что, сегодня свадьба, ну потерпи до завтра, отпускает. Ладно, сучара, торгуй, хотя при таких расценках ты со своими вождями до коммунизма не дотянешь, отходит. Ветеран поглаживает Сталин, говорит, ничего, скоро он у нас подорожает, по-другому заговорите. А они идут дальше, и на пути попадается дама, не только, я чуть не царского режима. Поверьте, старый хироманхер, годок, прямой наследница Кассандры, как звезды в небе саламанки, Я вижу чакру вашей мантры, вы помесь крысы с козерогом, Вознак Меркурий, камень и яшма, а это говорит о многом, о чем подумать даже страшно. Кому я только не гадала, князьям, бандитам, коммунистам, И очень многим угадала, топор и пулю в поле чистом. Те говорят, мой глаз алмаз, и вот я им смотрю на вас. Полит говорит, женщина, посмотрите лучше на кого-нибудь другого, пойдем, Леша, а то она сглазит. Мадам говорит, Леша, преждевременную смерть у нас нагадать нетрудно, Для этого государства все условия, яка, ну все-таки интересно уже, Кто раньше, Леха говорит, а у нас все раньше. Они двигаются дальше, и на пути попадается еще один замечательный торговец. Это такой растриг, может действующий, а может недавно действующий поп, Который торгует предметами культа, айконками, библиями и так далее, И при этом поет с большим надрывом. Люди, прохожие, твари божьи, образованные, необразованные, Организованные, неорганизованные, здоровые и парализованные, Ну хоть немного, побойтесь, Бога, ну хоть немного, побойтесь, Бога. Ой, Иисус Христе, до чего стали все бессердечные, Закусивку дела, все пустились в дела многогрешные, Ой, пропала страна, ой, пришли времена, хуже нету день, За спасенье души-то хоть рук паразиты пожертвуйте, Да, но хоть немного, побойтесь, Бога. Батюшка говорит, Полина, скажи только честно, Бог есть? Вот чтоб мне на этом месте провалиться, если нет, Леха убедил, а молодых будем сновить сможешь, как положено, без проблем. Леха говорит, берем, свистит, тут же появляется из его, как говорится, Свистит и пара качков, заверните, папа уносит. Полина, это его ты искал? Нет, моя мечта другая. Какая мечта? Какая мечта? В это время еще один. Эрекция, эрекция, всего лишь одна инъекция. И немедленно, и неуклонно, словно мраморная колонна, Продолжительно, безотказно, вплоть до бешеного оргазма, Плоть до полного изниможения, От чудовищного извержения. Леха говорит, сексуал сразу испытанно на шимпанзе, Результат превзошел ожидания всех, А были еще испытания у деревни, на луку, Инъекцию сделали в ЭКУ, Пастух едва не погиб, Ему померещился атомный грипп. А на себя пробовали, Не нуждаюсь, я импотент по убеждению, Как побеждение, а так жить легче и дешевле. Намного. Лешенька, говорит Полина, А? На всякий случай. Леха, у меня и так на всякий. Ну, мало ли, мало не покажется. Ты прям чикатило, Казанова, Линочка, Казанова. Тебе чикатило, чикатило. Казанова говорит, погоди, погоди. Да погоди же ты. Вот они. Он нашел, что искал. И они подошли к торговцу, Который торгует старинными портретами, В хороших, массивных рамах. Рамах портретов очень хорошие. Там Тургенев, Толстой, Достоевский, Какие-то генералы, фельдмаршалы, Сардинами, все 19-го, Этим, то и 18-го века. Вот, подошел. Ими торгует, Ну, условно, Займем антиквар. Вот и кончилось, Я немножко подвергну, Вот и кончилось время советское. Вот и снова мы славим царь-банчик. Возрождается общество светское, Обновляется старое платьишко. Ну, так брось, Ну, так бросим Былую застенчивость. Насладимся чужими объедками. Господа, я легко обеспечу вас Наилучшими древними предками. Посмотрите, Какие достойные рожи. С бакенбардами будет дороже. Леха говорит, Вот этого хочу. А тут и поэт подвернулся. Это Тургенев Иван Сергеевич Собственной персоной. Леха, а он кто? Великий русский писатель. Точно великий? Более чем. Полина, Леха, не позорься. Ты что, Муму не читал? Я, писатель, не запоминаю И только содержание. Тогда, может, вам по военной линии Кого-нибудь? Например, вот высший класс Македонский Александр Филиппович Величайший полководец. Да знаем, знаем, говорит Леха. Действительно, слышу. Причем достоверно известно, Добавляет поэт, Что по дороге в Индию Он останавливался здесь, у нас. На косой горе Между Чапаевкой и Первомайкой. Лично Александр Македонский Его железные фаланги к продавцу. Верно, я говорю, продавец? Давно это было. Поэт открыли недавно. В нашей истории еще так много белых пятен. Леха, так он же вроде не русский. Ну и что? У Пушкина прайд вообще был черный. А при чем тут я? Похож? Одно лицо. Особенно выражение. Какое еще выражение? Как какое? Победоносное? Леха, а? Королева. Слышала? Слышала, слышала. А что и правда? На меня похож. А что? Ведь останавливался. Располагался. Так что вполне возможная вещь. Валина, а я вот это возьму. Поэт Гончарова Наталья Николаевна. Ну зачем она вам? А она кто? Да так, вдова. Одного камер-юнкера. Ничего особенного. Вот то, что вам нужно. Показывает другой женский патриот. Леха говорит, класс в натуре. Показывает знатная итальянка. Мона Лиза. Вполне можно гордиться. Показывает, ехидная какая-то. Нет, не нравится. Наталью возьму. Наталья лучше. Наталью хочу. Бери Наталью. Бери обоих. Это свистит к очкам. Те забирают оба портрета. А те, довольные покупкой подходят. И, конечно, естественно, к следующей торговке. Нет удачи без поддачи. Это скажет вам любой. Бей, парнишка, а иначе ты не русский, да не свой. Без вина, как без закону, мы ни дня не проживем. Дайте ходу, самогону наш слався наем. И военная победа, и тюрьма на всю тайгу. И великая поэма, промутись в луку. Сколько лишнего трезвону насчет нашего пенья. Как пижону, без гандону, нам без этого нельзя. Найти ходу, самогону, еду, но убедя. Прямо с каждой пленат. Леха подходит, слушай, король всех товаров. Вечный ажиотажный спрос. А консультанток обращается он к поэту. Обмоем предков. Пьют с поэтом. А ты тут чем промышляешь? Спрашивает Леха поэту. Поэт, песни продаю. Почем? По договоренности. Отчет зависит, подходит ли клиенту. Для выходля, например, найдется. Поэт, смотри на него. Есть. Давай. Расскажите мне, батя, по-честному. Пока солнце твое не зашло. По какому закону чудесному Ты в тайге доходил ни за что. Объясни мне загадку проклятою. Но никак не приемлет душа. Но никак не приемлет душа. А чем эту суку усатую Столько лет вы терпели дрожа? Может, мы бы хоть что-нибудь поняли Как бы правда по воле своей Вы шпионили в пользу Японии Или пытались взорвать мамзолей? Но ведь вы победители Гитлера Мужики, смельчаки, силачи И под этого карлика хитрого Сухорукова, молью побитого Как дороже и глаз, и весь вид его Ладно, батя, молчишь и молчи И молчи, и носи, и донашивай Груз позора и бремя стыда Но с меня ты уж, батя, не спрашивай Ничего. Никогда. Ничего. Никогда. И тут Леха попал, смотри-ка, в десятку Откуда, знаешь, моя любимая, слушай Ничего, понял? Никогда. Сильная песня То как же ты ее продаешь? Товар-то чужой Чит он чужой? Мой То есть ты сочинил? Именно так Ну, консультант Ты за кого меня одержишь? Фрайл Ладно, там, Мумо, Александр Ракедонский Но здесь-то я в теме Это же Высоцкого песня Володю я придумал Благовещенский на пересылке, когда сел первый раз Да не сидел он никогда И не эту он песню придумал А баньку по-белому И не на пересылки, а на киносъем Леха Полине говорит Слушай, жулик твой, батя, Линочка И контингент у него, жулье сплошное Поэту, скажи спасибо свадьба у меня А то бы я тебе, Павла, голову за Володю оторвал А? Что творят? Развели, блин, бардак на ровном месте Этот мне вождей толкает за три копейки Это мне пулю обещает чистым поле Про поэту, у этого вообще ничего святого Несет, что хочет Так дело б нет, так дело не пойдет Соколы, что стоим? Сворачивай эту лавочку Отсюда киндрение Феди Всю Вбегает его к очке И всю эту лавочку сворачивает Разбрасывает их по-разному Полина Уй-юй-юй-юй, вот папочка разозлится А он нам теперь не указ, королева Мы тут свою лавочку развернем И они уходят Поэт осматривается, какой пейзаж Прекрасный вид Где стол был яс, там гроб стоит Продавцы обступили поэты Эй, откуда ты взялся, Соловей? Ты что наделал, парень? И выступай себе, и выступай Да хоть лицензию у Жора брал Здесь места денег стоят К Жоре его, к Жоре И волокот его и поэт И поэт отволакиваемый К Жоре поет Проснулся утром рано И не верю глазам Еще вчера за мной гонялись СМС из ЧКГБ Теперь акула, капитал Распахнула свою пасть Не хотите ли попасть? А вы молодые штук Человек, чтобы против частного капитала Побылка раз наоборот Да нет, к Жоре его К Жоре Мы были ленинцы Мы были сталицы Уж как бы частник Умели гнать К ядреним матери И вот вам на тебе Предприниматели Кругом опять Предприниматели Кругом опять И мы переносимся В дом Жоры В доме у Жоры Жора нервничает Его жена Мария Тоже нервничает И Жора Мобильник говорит Да, да, да Кто разогнал? Леха? Он что, с цепи взорвался? Так Так Кто-кто? Без лицензии? Сюда его Жене говорит Леха наехал на наших Друг называют Ой, ну ладно Ты подруга Ты подруга Лучше скажи Где твоя дочь? Она опять дома Ненечивала? Хоть бы позвонила Холера Не ночует Не звонит Знать нас не желает Ох, эти дети! Нет, нет Что они творят Эти наши Деточки Черт их возьми Жрут Пьют Что попало С кем попало Спят И когда же Они станут Людьми Марии Да ладно Тебе Ну чего ты? Ты тоже Не ангел Пади Ты вспомни себя В свои юные годы А после уж Дочку Суни В те годы Мы все Жили-ка в тюрьме Но зато Теперь До времена Не те Теперь мы Все По уши В тюрьме Лишь бы только Дети Жили в чистоте Я не хочу Чтоб Наша дочь Была Выретая мама Тем более Отец А я хочу Чтоб Наша дочь Была Королева мира Мое дело Снять дворец Марии И как-нибудь Вечер погожий Мы в гости Заявимся К ней И нас Она примет Не дальше Прихожей А дальше Прогонит В зашей Он А ты что Хотела быть Тютя Ах Здрасте Отец Мой И мать Царится На то И царится Чтоб Под Данных Шею Гонять 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 Хотя теперь Ее саму Гонять Надо Ну где Где она Где А тут Вместо Полины Вываливается Толпа Торговцев И швыряют А думать А думать Что Хорошо Это На него Похоже И вы Ему Поставили Двойку А больше Он Не заслуживает Согласен В школе Он Дальше Азбуки Не пошел А вот Мы Должны Терпеть Убытки За его Невежество Ну и как же Будем Возмещать Ущерб А сколько На счетчике Ну вот 1050 С моральным Ущербом Все 100 Учимся В Америке Успешно Учимся В моем Банке Сэр Все мои Счета Заморожены Швейцарской Прокуратурой Так Заморожены Паяльник Не берет Так что Только честным Трудом Готов Искупить А что Ты можешь Хотел Выступать с песнями Полный провал Остается Бить на жалость И что же Ты предлагаешь А что У вас тут Все расписано Ну например Герой Бородина Наверх Вы товарищи Все Ну ладно Обращается К ветерану Покажи ему Ветеран на глазах Превращается В жуткого инвалида С кучей Родинов Поэт Спасибо 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 Это скорее Сусима Это я опас Ну что Жертва Политических Репрессий Пустой номер Говорит Жора Ни копеечки Не снимешь Публика Забыла Что это Такое Где-то Это и неплохо А Жора А где-то И глупо Еще варианты Жертва Дефолта Жора Говорит Еще Торговца Изобрази Тот Раздевается Наверное Накола Поэт Это Зрелище Потрясает Президент Видел Рыдал Как дитя Они там Все Большие Дети У вас Универсальный Прискуран Сэр Я потом На рисунчик Лобу Молей И на каплю Бразильского Кофею Три копеечки Лично Мне Черт Аж я прослезился Сильно Забираешь Блин Пока Обожди Меня на кухне Поэт Вышел Остальных Попрошу В отпуск Без содержания Ничего Скоро Выборы На поездке Дня Стулин Виктор Ильич Слуга Народа Нуждаются В поддержке И мы Ее Окажем Не бесплатно Сама Собой Свободны Продавцы Разошлись Он Смотрит Им Вслед Ну Лех Ну Лех Появляется Полина Где Ты Шлялась Мама Почему Не позвонила Я Выхожу Замуж Спасибо Спасибо Что Поставила В известность Скоро Ли свадьба Сегодня Вечером Ты Нас Информируешь Или Приглашаешь Он Тебе Не понравится Мать Ты Хотя Скажи Кто Ой Неохота Вас Расстраивать Завтра И так Узнаете Мария Говорит Он Хоть Любит Тебя И тут Идет Зон Каполины Он Он Любит Это Не то Слово Он Обожает Он Боготворит Он Только Тронит И я На все Готова Он Только Глянет Глянет И И Все Во Мне Горит Раньше Я Не Желая Как Дура Спала Как Царевна В Хрустальном Гробу Но Пришел Командир И Меня Разбудил И Теперь Я Живу Как В Блину Ох Какой Это Бред Ничего Лучше Нет Каждый День Не Попош На Другой Пожелаю Дворец Он Построит Дворец В Ночь Одной Левой Рукой Он Меня Любит Он Меня Не Любит Он Бесконечно Он До Смерти Влюблен И Если Погубит Че С Ним Пусть Погубит Но Если Разлюбит Но Не Разлюбит Он Мы Гуляем Везде Где Никто И Нигде Выбираем Что Нам По Душе Двери Стайных Замком Открываем Пинку И Притом На Любовь Это А Перед Ним Как Один Дорогой Командир Он Только Правит Смеясь Но Не Дай Бог Кому Прикословить Ему Он Не Глядя Размажат Как Ряс Это Желез Это Желез Ствол Мать Она Выходит За Леху За Леху Ствола Наша Дочь За Первого Бандита В округе За Любимца Всех Валютных Бледей Нашей Родины Многострадальные И Она Еще Гордится Этим Вот Значит С какой Телкой Разгонял Он Сегодня Моих Инвалидов А Ведь Это На Их Трудовые Копейки Воспитывалась Эта Тварь В Городе Лондон И Воспитывалась 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 Да Воспитывалась Пошла Вон И Не Вздоба Возвращаться Полина Повернулась И Ушла Дочка Дочка Кричит Подожди Назад Мария Веру Ну Леха Ну Леха Говорит Зора Промахнулся Ты Малеха Так что Дело Плохо Очень Очень Эй Поэт Вошел Поэт У тебя Дети Есть Не Думаю Зора Тебе Хорошо Пошли На Площ На Площ Дворец Прилежащий Нашему Дорогому Лехе Перед Дворцом Мается Красавица Женя Волонтерша Одетая Нелучшим Образом Небогатой И так далее Но зато С плакатом Пикет Как сейчас Говорят На пикете Написано Имейте Совесть Кругом Идет Распил Бабала И день И ночь Распил Бабала Стирая Горязные Под Солба С утра Не моясь Кругом Бабало Идет Враспил А все Добро Идет Враспил Добро Идет Враспил Идет Леха Полина В окружении Леха Ствол Я знаю Мы с ним Сегодня Расписались Поздравляю Хорошие поздравления Отдайте дворец Детям А мы где жить будем А вы себе Новый копите Ты что Коммунистка Нет Верующие Значит Нет А кто Детсад Номер 16 Воспитательница Ну ясно Детский сад Самый настоящий Вроде вместе Школу Кончали Ты что Не видишь Что я не вижу Людям разрешили Частую собственность Наконец-то А ты уже Обратно забираешь Да ладно тебе Причем Собственность Не собственность Я говорю Отдайте детям Все Ладно Договорились Отдадим Детям Но только собственным А больше никаким А другие как же А других Свои родители Есть И вот что Попова Мой тебе совет Запишись в команду К стул Через месяц Выборы Он номер один Причем единственный Я тебе говорю При твоем Начальном капитале Любой дворец Будет твоим Женя говорит При каком капитале Откуда он у меня От природы Подруга От природы Ты же в школе Первая красотка была После меня Конечно Так что Сходи в баню И посмотри в зеркало И уходи Сама иди в баню Говорит Если нет Женя Кругом идет Распел Бабала Распел Бабала Да Вынимает Зеркало смотрится Мой капитал Первоначальный Ты почему Такой печальный Следующая сцена Во дворце Зал приемов Леха При параде Входит Полина Она тоже при параде Широна Ослепительная Называется Монополизир Они первым Они первым делом Как пришли Горновитой палаты Слабо Леха Слушай Вот это будет прикол Это же книгу Гиннесона Раз Октябрь Я к Новому году сделаю Леша Не мелочись Подумаешь Горновитая палата Ты давай сразу Приватизируй Кремль Чтоб уж цариться Так цариться А я подумаю Ленок Я подумаю Сейчас Все Возможно Заиграли Музыка И вошли Братки И несет С собой Свадебный Подарок Ой Что это За шум На калидоре Мы видим То Чего не может Быть Наш друг Такое Горе Под влиянием Алкоголя Решил Жениться И на все Забиться Ну что ж Понятно Мы уже Не дети Нам надо Делать Собственных Детей А при Такой Попите Забудем Все на свете Кого угодно Только Не друзей Откройте Пробочки Налейте Водочки Два Все стаканы Там Полно Поднимем Чарачку За нашу Парочку Чтоб Жечь Ей Полная Была Чтоб Наши Стремные Денечки Темные И по Утрам И по Ночам Кишка Не Ехнула Руками Дрогнула И Верный Стол Не Подкачал Пам Пам И начали В ритме Пулять Вот Пам Пам Из своих Верных Стволов Ну Тот Вошел Браток И Говорит Алексей Иванович А нет Из них Выделился Браток Алексей Иванович Полина Георгиевна Просим Принять От коллектива Так сказать Плодитесь Размножайтесь И появляется С вами Огромная Кровать Индия Высший Класс Камасутра По нашему Значит Сексодром Шереметь В3 То взлет То посадка Ортопедический С подогревом Говорит Слушай Музей Да Весь Серьезные Бабки Интересно Откуда А тут Один Гастролер С нахичевами Пришлось Уговаривать Но погладили Малость Полина Чем гладили Утюгом Чем Она Чугунным Ну зачем Электрическим Мы не извели Все Она Тебя как зовут Скопидар То есть Это Шурик Александр Анатольевич Спасибо Шурик И тебе Всему Коллективу Мебель Конечно Ответственно Ответственно Но доверие Оправдаем За нас Эй Курат Кроем Пробочки Да Мы пьем Водочки За черный Нал И острые Нужка Наши Стремные Деньочки Темные Не согрешишь И не проживешь На 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 Но Тот Второй Браток Входит Волоча На Себе Того Самого Помните Папа Которого Ему Велели Завернуть На рынке Который Ну Побойтесь Бога Хоть Немного Туши Свет Братва Архиерея Заказывали Принимайте И дальше Попа Дай Отче Наши Наши Живи На Небесе Ты Помилуй Нас Всех И Прости Нас Всех Если Это Конечно Возможно Отче Наш Всемогущий Всеведущий И остави Нас В жизни Текущей Следующей Если Конечно Возможно Ибо Видишь Живем Мы Паки Паки Темно И Ничтожно Грешно И Безбожно Как Злые Собаки Хор Аминь Ибо Видишь Дошла До Народа Такая Свобода Что Все Погрузилось В пучину Разброда И Все Стало Можно И Перестало Быть Стыдно Обидно Аминь И Пастыри Божьи Идут К бандитам Ни Супрехом Сердитом Ни Скрепкой Уздою А Смиренно За Щедрую Мздою И Свои Свои Оскверняет Уста Поминанием В суе Христа Полина Что-то Не нравится Мне Это Поп Леха Заменить Недолго А в чем Дело А ты Слышишь Что Бормочет Леха Молит И Не слова Главные А Побы Громче Можно Громко Благослови Жи О Господи Парус Сию Не Спавши Жи О Господи Милость Свою Отпусти Грехи Которые Есть И Которые Будут А Они Уж Тебя Не Забудут Вкупе Со Мною А Пока Объявляю Вас Можем И Женою Хор Аминь И Хор Бандит Отче Наши Жи Помилуй Спаси И К себе Когда-то Приставимся А Уж Мы Вдолгу Не Останемся Леха Щедро Жертвует Вдолгу Не Останемся И На Храм На Крове Этой Самой Ну Как Великомученицы И На Училище На Балетное Нехай Наши Девочки Учатся Танцем И Прочим Нюансом И Жертвует Еще И На Местном Музее И И И Наши И И На Этот Парфюмерии Костюмерии Бутафории Включая Буфет Уважаю Культурных Людей А они Меня нет А я Их Да Ничего Все нормально Играйте Себе Господа Играйте Мы Воры Мы Отпетые Мы На Халюге Но Артисты Для нас Это Все Это Первые Люди И мы Глядя На них Всегда Вспоминаем Что Здесь Что-то Есть Маэстро Урежьте Марш Марш Тебе говорят Ты Тосканения Не видишь Полкан Прибыл И Входит Полкан При своих Регариях Помните Полков Звучит Некоторый Марш Появляется Полкан Леха Говорит А стул Он что Не придет Я думал Мы вместе Парин Стул Не придет Леха Скоро Выборы Страшное Дело А господин Столин Кандидат Номер Один Ему Недошкольных Товарищей Полина Это Плохо Леха Главное Ошибочно Может Сказаться На избирательной Компании Полкан Политика Леха Есть Политика А для Политика Леха Главный Принцип Равноудаленность Иначе Электорат Недежнее Его И Обнявшись С Лехой Они Исполняют Свою Военную Песню Нас Послали В ловушку Подальше От базы И Ниоткуда Подмоги Нам Не Было Ждать Но Приказы Ребята На Той Приказы Чтоб Сначала Исполнить А потом Обсуждать Огонь Афгана Навек Оставил На Наших Душах Свой Страшный Свет Огонь Афгана Нас Жег И Пулавил И Крепче Сплава На Свете Нет Смерть Была Перед Нами Смерть Была За Спиною И За Каждой Синою С Автоматом Ждала Ни Едины Минуты Мы Не Знали Покою И В Ответ Все Живое Мы Жигали На Тла Огонь Афгана Нав Век Основил На Наших Душах Свой Страшный След Огонь Афгана Нас Жог Не Пулавил И Верче Сплава На Свете Нет Нам Плели Неблицы Про Защиту Границы И Про Дружбу Народов Не Жалели Вранья Но Для Нас Ребята Лишь Одно Было Свято Жизнь Родного Отряда И Конечно Своя Огонь Афгана Навек Крепче Сплава На Свете Нет Леха Говорит За тех Кто Не Вернулся Они Бьют Выпили Полкам А что Жора Леха А что Жора Ты Ему Бизнес Поломал Но Это Давно Пора У Нас Экономика Какая Рыночная А у Его Базарная Надувательство Сплошное Никакой Подернизации Блин А что Дочка А он Ее Выгнал Мне Говорит Не Нужен В Доме Зять Бандит Козел Бандит Это Бандит А я Авторитет Разница Полган Ну Смотри Меня Похоже Переводят Москву А на Мое Место Жор Да Неслабо Так что Тебе Мой Сладебный Подарок По Старой Дружбе И Подает Стопку Личных Дел Прямо Из Архива Здесь Вся Твоя Команда Вместе С Командиром И Со Всеми Подвигами Ну Рудик Ну Прям Не Зная Не Зря Мы С Тобой Афган Прошли Не Зря Обнялись А Нажора У Тебя Папочек Случайно И И И И И Скоро Выбор Леха Стулу Тоже Надо Что-то Подарить Ну 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 Так В чем Дело Почему Тишина Первая Красавица Ствола Это Как Это Звучит Все Кричат Горько Горько И Идет И Идет Следующее Сочинение Начинает Легкое Не Будем Притворяться И Скромничать Не Будем Притворяться И Скромничать Не Будем Давайте Мы Пьем Братцы За То Что Все Мы Любим За Двигатель Прогресса За Смысл Наших Дел За Каждого Процесса Начало И Принял Ой Вы Деньги Деньги Денежки Деньги Черные Нал И Куда От Вас Ни Деньги Черт Б Вас Побрал Ходишь Бродишь Весь Такой Добыч Ливый При Большой Деньге Но Деньги 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 Слава Деньги Почти Деньги Поля В лоб Деньги Места В высшем Обществе Полосатых Роб Деньги Слезы Деньги Праздники Деньги Быть В войне При Деньгах Вы Без Образники А без А Без Них В Деньги Деньги Троны Деньги Мантии И Всему Нет Деньги Нам Мели За Зановушки Родины Родней Роди Них Не Жалко Кровушки В том Числе Своей Деньги Троны Золотые Мантии И Всему Венец И Победа Демократии И Ее Пиздец Деньги Подлые И Злобные И Приятные Деньги Франки Фунты Злотые Разборятые Деньги Все На Свете Злопали И Только Кряхнули И Только Кряхнули И Только Леща Печня На Простором Печня Волт Как Вода Печня Печня Черный Ворон Без Тебя Мы Никуда И Гвозь Удалились Оставив Молодоженов Наедине С огромной Двуспальной Кроватью А мы Переносимся В кабинет Товарища Столина Виктора Ильича У себя В офисе Он сидит Над бумагами Этому Этому Даем Премию Тогда Это Пишет Москов Мне не Годится Этому Орден За Выслугу Андрея Великомученик Третьей Степени Тогда Это Идет К Лехе И Заказывает Либо Того Либо Меня Тогда Этому Я даю Почетного Гражданина И все В шоколаде Да Но тогда Эта сука Напишет В Москву В этих Раздумьях Его застает Жора Который Привел К нему Поэта Жора Величайшему Из почтеннейших Нашим Всеподданнейших Ладно Ладно Артист Не умеешь Не выступать Кто не умеет Я А наши Капустники А лучше Чавский На школьной Сцене А главный Гонжан В институте Вы Жалкий Колбой Стоящую Жора Жора Стоп Все равно Дальше Не помнишь Лучше Познакомь С человеком Это Близ Совсем Поэт Да Выхожу Один я На дорогу Поэт В старомодном Ветхом Шушуне Ночь Тиха Пустыня В нем Лит Богу Жизнь Моя Или Ты приснилась Мне Выходила На берег Катюша Чтоб До шажда Хала Тихо Греть Расстегнула Юбочку Из плюша И не жаль И прошлого Нечуть Класс Слушайте Суета поэт Ну и на кой он нам Агитация Пропаганда Кричалки Флешмобы Слоганы Полный пиар А? Да не Я не потяну Какой ты нахрен Поэт После После этого Вам шестерки Нужны А не поэты А по-твоему Поэты Вообще Не шестерят Только при большой нужде Так это как раз Твой случай За тобой сто тысяч Ты что забыл? А тут такая шикарная Возможность Под халтурей Стол Не-не-не Какая халтура? Причем халтура? Мне нужно качество Чтобы избиратель И не хотел бы А запомнил Нам не надо никого Кроме Витя одного То есть меня Поэт Ну и зачем же Дело стало? Такое качество У вас прямо под ногами Только наклониться То есть только Букву переменить Ваша фамилия Столин Перемейте одну букву Столин Наша слава Воевая Столин Наша юность И полет Жора подхват С песнями Борясь И побеждай А Наш народ За Столин И венет Нас вырастил Столин На весу Гениально Говорит Жора Столин Гениально Гениально Да вы Геннадсвали Сначала Все-таки Подумайте Говорит Это не вредно К чему Приведут Подобные Песники Ну я А я скажу После подобных Песенек Завтра же На всех Моих портретах Мне пририсуют Усы А потом Будут тыкать Пальцем Разве это Вождь Это карикатура А не вождь И мой рейтинг Упадет От плюс 60 До минус 70 Ты этого хочешь Как ты все Поворачиваешь Это не я Жора Это жизнь А между тем Обращается он К поэту Мне действительно Нужна фишка Сильная фишка Чтоб Вверху одобрили Внизу подхватили А сбоку Сдохли От зависти Сделаешь И отпустятся Тебе долги Твои Аминь У тебя есть сутки Говорит Жора Время пошло И поэт Мы тихонько У меня есть сутки Время Время пошло Аминь Время пошло Того изначиловал Оно тебе надо? А при чем тут я, говорит стул? А при том, ты идешь на выборы Не желаешь бороться с криминалом Все борются с криминалом А мы должны терпеть Москва нам не простит Где-то ты прав, говорит стул Где-то Леха ствол все равно, что Мэкки Нож Пройденный этап, отыгранная карта Уже прошла давно, давно прошла Как пуля пролетела Дурацкая пора Сплошного беспредела Страна прощается с криминалом И платит карточками, а не черным налом Зачем народ купать И грабить на дороге Когда-то это есть культурные налоги Зачем мочить людей Бить над себя позором Когда в твоей руке закон С судьей и прокурором И весь эфир, и вся печать И ноль желающих права своих качать Вот она и есть, мишень Ты стул, зачем тебе ствол В Москве не понравится ваша дружба Звони, звони, звони Ну ты же знаешь, у них с полканом Афганское братство А при чем здесь братство? Бизнес, ничего личного Ничего личного А твоя дочь? А дочь моя будет молодая Красивая и очень богатая вдова Ненадолго Так ты позвонишь? Я подумаю А, ну тогда я спокоен Говорит Жора и отходит Стул один Полкан убирает Леху Полина сдает банду Забирает общак Полкан идет на пружение в Москву Жора делает выборы И идет на место полкана А молодая красивая вдова Набирает телефон Полкан Это я А мы переносимся В супружескую спальню Наших молодоженов Они вдвоем Леха А я думал Целый день Да когда же он пройдет Когда только двое нас Во всем мире будет А я думал О весь день Вот ведут Кому не лень Сколько можно с ними пить Он меня не любит Он А я думал Пусть и тут День промчится в пять минут И настанет эта ночь Без конца и края Опа Вот и кончен этот бал Вот и вечер миновал И остались мы одни И не надо И не надо рая И не надо никого И не надо ничего Кроме только твоего Шепота и смеха О, ты будем мы с тобой Как любое эхо Я люблю тебя Я люблю тебя Трррррт Телефоны звонок Леха Балкан Ты с ума сошел Куда выйти? На балкон? Среди ночи? Сюрприз, прикалывайся, ну ты кахмач. Все, 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 иду, иду. Огонь обыгана, назойкой половел, И крепче сплава на свете, выстрел. Темнота, и в темноте хор. Крик, задушен плач, оборван. Только слышу чай-то бой. Ты, невейший, черный ворон, Над моею головой. Мы переносимся во дворец. Прошло 40 дней, вся банда собралась. И как бы подхватив это. Ты, невейший, черный ворон, Над моею... Скипидар возглавляет заседание. А, значит, девятый день. Девятый день, как нет у нашего Лехи. А мы там сидим, как последние лохи, Разводим базар. И даже не знаем, кто его заказал. Голоса, знаем, знаем, кто ты знаете. Знаем, говоришь. Тогда скажи мне, рожа обезьяния, Много ли толку от нашего знания? И почему же этот самый заказчик До сих пор не сыграл в подходящий ящик? Не отдал концы, не отбросил сандалии, Не откинул копыта, ну и так далее. А все почему? Командира нету. А вдова, она же здесь, А вдова молчит, зачем ей все это? У нее теперь дворец и гараж, А в сейфе общак. Между прочим, наш. Отсюда вопрос. После Лехиной гибели, Кому же достались наилучшие прибыли? И вот я подумал, Полина, Долго думал, не понял. Она берет его дело. Штырь Александра Анатольевича По кличке Скипидар. Два срока, один пожизненный. И что? А на левой груди профиль Сталина, А на правой военганфас. И, значит, качок по имени Гондон говорит, Мадам, к чему эти подробности? Мы не в суде. Она его. А Копян Антон по прозвищу Гондон. Три судимости, два года в розыске, На правой груди Бикоян, Пониже Пупка. Все, все, все. Дальше я сам знаю, Полина. А дальше запомните, Каждый из вас сколько есть? Целиком у меня под замком, Вместе с вашим общаком. И все вы, как прежде, Одна семья. И Лехина дело продолжать буду я, Скипидара. Ты, сука, позорная. Ладно, кто Леху кончил, Я знаю, этот от меня не уйдет. А вот кто его попросил, Ты случаем не подскажешь? А, Скипидар. Говоря по вашему, То есть по нашему, За базар надо отвечать. А разве я еще не ответил? Тогда я добавлю, Лизе за пистолетом, Но тут Полина вынимает свой. Бабах, и Скипидар падает замерз. Она. Есть возражения? А да, стоим внимательно и слушаем. Уже давно прошла пора, Как пуля пролетела. Пора дурацкого сплошного беспредела. Зачем людей мочить и грабить по дороге, Когда для этого есть штрафы и налоги. Зачем держать начальничков за сволочь, Когда и нам, и им нужна взаимопомощь. Граждане бандиты, Пора переодеваться. Как говорил мистер Бендер, Переквалифицируйся в оправдомы И станешь графом Монте-Кристо. А кто заказал Леху моего, С теми я сама поговорю. С теми я сама поговорю. И дальше мы переносимся опять перед этим дворцом. Опять там стоит наше несчастное Женя. И... Ага, все правильно. И поет сейчас свое. Кругом идет распил бабла, Распил бабла, Распил бабла. И день и ночь распил бабла. Имейте совесть. И как бабло идет в распыл, Так все добро идет в распыл. За что боролись, господа, за что боролись? Ее слушает поэт и говорит, Слушай, как это все неконкретно. У тебя есть какая-нибудь реальная цель? Пусть вернут дворец детям. Ах, ну это другое дело. Он перехватывает. Любая мать, любой отец, имейте совесть, наконец. Верните детям их дворец, верните, имейте совесть. Им надо время проводить, играть, учиться и дружить. Иначе так и будут жить в говне по поясу. Имейте совесть, имейте совесть, гором поэт. Ну, как говорит поэт? Жит, говорит, здорово. Ну и? Она говорит, ну что и? Кто тебя услышал? Она, тот, кто слушал. И что он подумал? Что дура ненормальная, Что кому это нужно, не нужно никому. Поэт, а тогда зачем? Ну, за тем, что дура ненормальная, конкретнее. Попова Евгения, детский сад номер 16, воспитательница. Воспитанница ты, а не воспитательница. Вот объясни, дворец я вижу, а где ты видишь пионеров? Ну, почему тут пионеры? В городе 117 без дома, 120 без приютов, 140 частично заброшенных детей, Из них пятеро абсолютно беспомощных. Суровая статистика. Ты врать умеешь? Ну, два слова произнести, убежденно ты в состоянии. Какие два слова смотрел? Это правда. Ну, это правда. Не слышу убежденности. Дважды два четыре, это правда. Волга в Каспийское море впадает, это правда. Я талантливый поэт, это правда. Обаятельный, красивый, способен на подык. Правда, правда, правда. А говоришь, врать не умеешь. Пошли. И он ее берет с собой, и они идут к стулу. А стул сидит у телефона. Полкан, это я, скоро выборы, приезжай поздравляйте. Да нет, все под контролем. Правда, не хватает хорошей фишки для пиара. Интеллигенцию подключил, ну как же. Им тоже кушать надо, куда они денутся. Вот что, с минуты на минуту. Давай, байк, положил трубку. Ему звонят, он говорит, пропустите. И вошли поэт и Женя. Он смотрит на поэта, потом переводит глаза на Женя. Говорит, а это общественность, говорит поэт, стул. Общественность наша, прямо скажем, хороша. Итак, есть подвижки. Имеем наработки. Я весь внимание. Поэт начинает с зарплаты учителей, а также здравоохранения, стул подхватан, а также индексация пенсии, проблема ЖКХ, финансирование инвестиций, экологическая катастрофа, поэт. Я не договорил. Зарплаты учителей и здравоохранения могут подождать. А вот историческое наше прошлое ждать не может. К Жене говорю, верно я говорю? Она говорит, это правда. Стул. Так, так, так. Так, неужели накопал, что такое этакое, наше, родное, древнерусское, ну, скорее, древнегреческое, ладно, давай. Район между Чапаевкой и Первомайской, знаете, да, да, там была стоянка македонская Александра Филипповича. По дороге в Индию в втором веке до нашей эры, куда он давно собирался. Это правда, говорит Женя, собирался. Допустим, у нас и Наполеон остался. А что, что? Наш, так, македонский Александр Филиппович происходит из племени этрусков. А кто такие этруски? Что, то есть, этруски, слышите? Это означает этнические русские. Так что наш Александр Македонский почти то же самое, что Дмитрий Донской, то есть. Земля. Да, но она всякие факты, Виктор Ильич, есть свои артефакты. Поднимите архивы, прочтите военно-исторические доклады. Да, слушай, это фишка, слушай, хорошая фишка. У Питера Петр, первый император, у Москвы Владимир, великий князь, а у нас в македонских Александр Филиппович тоже своя небольшая национальная гордость. Эх, хорошо бы он нас еще и обосновал. Но ведь тут же каждая собака зналась, что основал нас Лаврентий Павлович в 1937 году. Ну, может, у него какая-то традиция была, чтобы нам ее подхватить. О, в самую точку, говорит поэт, была у него традиция. Была. Ибо, как все этруски, был он очень чадолюбив. Говорит проще. Ну, проще говоря, детей любил. И повсюду насаждал детский приют. И бывало, как завоевить провинцию, так тут же, в общем, детский приют. Он же великий полководец. От них же всегда столько бесприютных сирот. Да, а у нас-то они откуда? Ну, как, кальматические условия, демографический взрыв, враждебное окружение. Слушай, это правда. А что, детский приют имени македонских Александр Филиппович? Ну, это звучит, слушай. Москва, думаю, поддержит, соседям завидуется. Окей, к выборам подберите мне сироток, ну, с десяток, не больше, ангелочков таких кучерявок, чтобы не особо голодных. Женя, помещение. Так вот оно. Бывший дворец пионеров как раз по нашей теме. Она. Это правда? А до выборов там будет мой избирательный штаб? А в день выборов лично объявлю открытие этой богадельни. Разрезаем ленточку, заводим первый контингент. Виктор Ильич говорит, поэт, а я, ну, ну, вдруг. Выберут не вас? Неужели сомневаешься? При вашем, при нашем опыте, при нашем понимании и надежде тяйнии, да еще под знамением Александра Македонского, великого нашего земляка, кстати, во дворце его портрет, между прочим, вылитый бандит. То есть я имею Леха ствол, вылетый царство небесное. Поэтому что лишний раз и подтверждает. А в детстве нас с Лехой часто путали. Слушай, ну, все, все, все. Давайте, давайте, готовьте ваших сироток. Работаем, работаем, на месте не стоим. Чем смирее идем к нашей цели, тем быстрее к победе придем. Они уходят, он остается один. И исполняет следующую свою песню. Приятно вешать на уши лапшу. Приятно уверять, что люди братья. Приятно братьям раскрывать объятия, в которых, может быть, и за душу. Приятно чушь торжественно толочь. Развешивать красивые блокады, когда кругом обманываться рады. То как же добрым людям не помочь? Приятно вешать на уши лапшу. Хотя она вредна для организма. Да так, что бесполезна даже клизма. Но я у вас прощения не прошу. Вот как бы вам попроще объяснить? Все дело в том, что человек не вечен. И чтоб по-человечески пожить, он где-то должен быть бесчеловечен. Он где-то должен быть бесчеловечен. Приятно вешать на уши лапшу. Приятно вешать на уши лапшу. Хоть я ее вообще не выношу. Вон он спел этот зонг, а мы тем временем видим, как от стула вышли Женя и поэт, а к стулу идет Полина, и они повстречались. Полина, попробуй. Молодец, зря времени не теряешь. Наинструктировал я тебя на свою голову. Ну и что? Ну и доложи о результатах. Помните, она ему советовала войти в команду стула. Обещал вернуть твой дворец детям. Мой дворец? Каким детям? Бездомным. Ха! С ума сойти. Да как же ты? Послушай, ты что, давно с ним? Что давно с ним? Спишь, что? С кем я сплю? Со стулом с кем? Я сплю со стулом? Поэт, ни с какими стульями Попова спать не собирается. Да неужели с тобой, Женя? А вот это уж не твое дело. Попова? Ну ладно, все-таки ты была в школе номер второй, то есть после меня, а не до. Так что не будем порядок нарушать. И пошла к стулу. И они остаются одни. Женя и поэт. И она. Вроде все получается здорово, складно. А я как в дерьме. Это ты затащил меня в эту клалку. Он ее увидел, отважную, бедную, Изумительную собаку, И с неслыханной силой меня Потащил от тебя. До того захотелось помочь, Защитить, уберечь, Пирожок из песочка испечь, Или дворец возвести в одну ночь. Но почему она, почему, ради чистого, Доброго дела? Надо врать, приседать, Извиваться, идти на поклон. Что поделаешь, женщина, Да, это вечная тема, Так оно и ведется сначала времен. От старого до малого Все знают это правило, Что от любого клада Ключи всегда у дьявола. О, стол и стол, пока еще один. Так, у Елисеева Отзываем рецензию, Мороз закрывает лавочку, Идет вам, подключаем Борису, Отключаем Мусатова. Да, ну что делать с Жорой? Жора, вот он, где у меня сидит, Выходит Полина. Красавица, помню. Здравствуйте, дядя Вить. Он обнимает. Здравствуй, красавица. Ну, что ты, как? Как мама? Давай, бери себя в руки, Не раскисай, ты теперь Богатая наследница. Леши нет, зато орлы его остались, Могут закле... Не заклюют, дядя Вить. Лешины орлы теперь мои соколы, Городская служба всеобщей охраны. О, круто! Молодец, это по-нашему. Значит, будешь с родным отцом воевать? Только в пределах закона, Дядя Вить, только в пределах закона. А как же, как же, как же у нас в пределах закона? Можно все. Вот, как выборы пройдут. Кстати, Леха, твой царств небесный, Обещал с поддержкой. Да я бы со всей душой, дядя Вить, Но ведь вы меня из дома выгоняете. А из этого вытекает, Что я тоже бездомная сиротка. Откуда следует? Что мне тоже нужен приют. А это означает... Что это означает? Что ты этот приют и возглавишь. Ха! Вот ничего себе! Золотое дно, полиночка! Важнейшая статья экспорта. Восток от нас хочет танки, А Запад исключительно без приютных сироток. Причем за хорошие бабки. Австралия, Зеландия, Гренландия. Я перечисляю, он тихонечко начинает. Там мне, ой, дядя Вить, А пока ты вернешься себе во дворец, И устроишь там мой избирательный штаб, Она, хорошо, хорошо, хорошо. И своих молодцов во все стороны ты Разошли по участкам туда и сюда. Хорошо, хорошо, хорошо. И портрет Махинонского ты не забудь, Потому что он очень похож на кого, На кого он похож, на кого, И она вдруг будничным голосом. А кто бы его Леша заказал? Дядя Вить! А тебе зачем? Убью! Сама думаешь на кого? Скипидар говорит, что дядя полкан. Гондон думает, что вы. Ну, думать можно что угодно. Факты, факты нужны, факты. У вас для меня ничего не найдется. А найдется. И передаешь ей кассету или флешку сегодняшнюю. Дарю! Спасибо, дядя Вить! Вот уж точно не за что. Давай, давай, действуй! Полина вышла, Вставила в пыле, Сунула наушник, Постояла, Помрачнела. Так, сказала она, И пошла к папе. У папы. Там толпятся продавцы. И чего же мне обидно за других и за себя? В каком мы были ажиотаже? Вроде стало можно все, что было нам нельзя. А толк, что еще и хуже даже. С Будуна захочешь свое дело завести, И только время зря потратишь. Шагу не ступи, До ветру не сходи, пока за ветер не заплатишь. Кругом несчастная, Торговля частная, О правде совести. И не мечтай, Опять начальничке, Всему хозяйничке, Деньги давай, Деньги давай, Деньги давай, Тому отстегивай, Тому откатывай, Язык проглатывай. А если что, Ступай, пожалуйста, И суд пожалуешь, О суде кто, О суде кто, О суде кто, Была свободно дадена, И сразу все раскрадена, Та-та-та-та-та-та-та-та-та, Входит жором. Я пригласил вас, господа, Чтобы сообщить вам, Что к нам едет ревизор, Да нет, Мое известие гораздо неприятнее. Наш полицейский номер один, Господин так называемый полкан, Убыл на повышение в столицу, А его номер после выборов Переходит ко мне. А это значит, Ваша так называемая контрибуция Удваивается. Продолжение. Жора, побоися Бога, Как было сказано, Язык проглатывай, На ус наматывай, А если что, Иди, пожалуйста, И в суд пожалуйся, А там само собой, Известно кто, Все, 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 свободны. Хор. Отходит, была свобода дадена, И сразу все раскрадена, А тут появилась Полина. Одну минутку остановила продавцов. Дорогие сограждане, Мой покойный муж Еще так недавно Довольно круто обошелся с вами И кончил бесславно, Как вы знаете сами. Ну, давайте не будем раскачивать лодку, А давайте все вместе В охотку плечом к плечу Поможем стулену Виктору Ильичу, Который на вас в большой надежде. Поддержите его, Он вам ответит тем же. А пока зайдите в наш избирательный штаб, Изложите ваши просьбы и претензии, И вы получите свежайшие лицензии. Скорее, 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 И вы я. Так, выходит, Всю контрибуцию свою Теперь заносить они будут, А? Так, полкан ушел наверх, Стул идет на выборы, А Жора куда? Она, А Жора на заслуженный отдых. Чего? Того, говорит. Привет от Леши моего. И включила фрешку, И слышит голос Жоры. Что-то надоел мне наш общий друг. Заехал на мою территорию, Помните этот разговор, Одних особо тяжких штук, Сто кого не убил, Того изнасиловал. Все борются с криминалом, А мы должны терпеть. Леха ствол пройденный этап, Отыгранная карта. Вот он и есть, мишень. Жора говорит, И ты с этим думаешь меня посадить? Ну что ты? За Лешу посадить мало. За Лешу, блин, Дашь послушать своим орлам обязательно. Но попозже. Мать жалко. Вот. Здесь две путевки. На Канары. Пожизненно. А иначе? А иначе посмертно. Чихнуть не успеешь. Повернулась, ушла. Жора. Мария. Мария! Вошла Мария. Что встала? Собирает чемоданы. Чего это? Того это? Либо нары, либо канары. Не все равно, где отдыхать. Не все равно. Так что собирает чемоданы. А дочке своей скажи, Большое спасибо. Они начинают собираться, Потом вдруг все бросают И присаживаться на и чемоданы Друг возле друга. Дальше идет то, что я называю Привет, Чех. Она. Мы отдохнем, дорогой мой. Мы отдохнем. Мы наконец-то увидим Небо в алмазах И вдалеке от недобрых чужих пустоглазых Мы наконец-то побудем вдвоем Мы отдохнем, дорогая Мы отдохнем Будем часами Глазеть на чужие алмазы Будем бояться заразы И сдерживать газы И дожидаться Когда же мы нахер поврем Она Встретить закат на балконе Бокалы наполнить Не говорить И не думать И все понимать Нам ведь с тобою Нам ведь особо хорошего Нечего вспомнить А то, что помнится лучше И не вспоминать И последняя сцена День выборов Полина с братками Руководит процессом Давай, давай, шевелись Соколы мои, шевелись Полундра, матросы На мне цены Конкретные ребята Реальные пацаны Как оно там было В СССР Начальство, трибуна А остальным Ха-ха Вот тут оно Что на участок, браток Полный аншлаг Подкинешь бумажек Если что не так Второму Умеешь считать? Умею считать Сто процентов Это параши Сделаю 85 Третью Студентам по сотне По полсотне бомжам А за несознательных Проголосую сам Раз такой-такой Там матери Все на свете Роза По призыву Демократии Голосуем за 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 Хорошие Условия За Буфи Бердеров Для Особого Созловия Государственных Особ Наезжайтесь Люди Добрые Причить Волоса В Наши Ящички Удобные Суйте Ваши Голоса Мы не будем Долго Мучиться Все бумажки Мы учтем Сосчитаем Что Получится И Получим Как Сочтем Так Они Заканчив Хор Избирает Этой Компании И Заканчив Широко Странно Ранимая И Себя Такая Вся Задушевная Проводимая Только Вдруг Смехнулась Там Болины Там Безумные И Не жалко Никого Что Ж Поделать Люди Добрые Наше Время Болина Первому Бродкову Что У нас У нас Все Итого 80% Как Было Сказано Попова Сиротки Есть Голос Жени Сиротки Всегда Есть Сколько Как Договаривались Десять Это Много Отберите Штук Пять Покрасивше Но Послушайте Сейчас Сказано Пять Значит Пять Я Умня Нечек Подброшу Отсылает Трех Бродков Сту Скажет Речь В конце Вы двигаетесь С колясками Во дворец Осуществишь Наконец Мечту Давай Хор Вам что Особое Приглашение Хор Состоящий Из продавцов За Родину За Стульна Желаем На посту Его За Стульна За Родину Ура Ему Ура Ему Папа Все Друзья Выходит Сту На трибуну Сограждане Товарищи Господа Со Отечественники Со На сегодняшний день Наша Главная Задача Решена На 85% Аплодисменты А этого мало Надо 100% Дорогие мои И мы этого добьемся Но Будет трудно Климатические условия Демократические взрывные Враждебные окружения Само собой У них конечно Ракеты Танки Лазеры Шмайзеры Зато У нас С вами То что Посильнее Всех Этих Лазеров Шмайзеров Танков Шманков То есть я имею ввиду Что Ну ну что Слово Из трех буков Пауза Одинокий голос Не может быть Дух 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 Вот что я имею ввиду Уж чего другого А это у нас с вами А почему А потому что Нас вдохновляют Великие предки В Москве Великий князь В Питере Великий император А у нас Великий Баукованец Македонский Александр Филиппович Который еще на нашей Евре стоял Между Чапаевкой Первомайкой По дороге в Индию Ура Ура Память о нем Передавалась С поколения В поколение И не только память Но и внешние черты Освещается Павел Македонского С несомненными Чертами Чертами Оратора Аплодисменты А по всему поэту И в силу Вышесказанного Мы открываем Детский приют Имени Македонского И попрошу вас Приветствовать Его первый Контингент Аплодисменты Пять колясок Владенцем Ими руководят Поэт Женя И три братка Которых Откомандировала Полина Слово для приветствия Имеет начальница Приюта Полина Георгиевна Ствол Аплодисменты Однако Вместо Полины Появляется Полкан Виктор Ильич Это не ствол Это Полкан К чему бы это Дорогие друзья Нас приветствует Наш бывший Земля А ныне Представитель Центра Полкана Отобрал У него микрофон Земляки Бывшими Не бывают Виктор Ильич Дорогие друзья Вынужден вас Огорчить Дело в том Что согласно Вейшим данным Центрального Института Истории Да Македонский Александр Филипф Действительно Останавливался По дороге В Индии По дороге В Индии Со всеми Своими Фалангами Слонами Показывает 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 Портрет Но там Уже Александр Македонский С несомненными Чертами Полкана Да Гористул Наше прошлое Действительно Непредсказуемое Его увели Полкан Так что Дорогие друзья Как вероятно Уже поняли Все полномочия И прерогативы Временно Переходят Указывают На свой Потрет А тут Раздается Выстрел И полкан Падает И появляется Скипидар С перевязанной Ногой И с пистолетом Это тебе Залеху Гражданин Начальничек А говорите Мое время Прошло Зачем Торопиться Мы еще И на Канары К Жоре Слетаем Ага Мы еще И пошумим Верно Я говорю Подходит Братве А братва Молча Смыкается Вокруг него Он Эй Эй Вы что Вы что Мама Кричит Скипидар И Заголох Там Под ногами Братвы Как мы понимаем Заголох Навеки Возникает Гандон С травмным Минком От друзей Обнажили головы Втягиваются Во дворец Двери захлопываются На портрете Лицо Полины И ее голос Попова Эй Слышишь Попова А дворец Замой Так что Катись Оттуда Со своими Ублюдками Я еще здесь Поживу Вывешивает плакат Общая администрация И исчезает И на площади Остались Эти продавцы И пять колясок С сиротками Приехал Женя С поэта Тишина Ну вот Молодец Заводит Плач Не 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 Женя И поэт Качает коляски Но плач Такой Сирот Женя Тут Были Соски Находят Соски Затыкает Молодец Тишина Пауза И поэт Говорит Не глядя На толпу Ну Я говорю Ну Первый Не выдержит Самогонщица Что Ну Что Ну Не ну Не запряг Залазил Ну да Ну Баранки Гнул Подходит К одной коляске Я тебе Сейчас поплачу Я тебе Сейчас Покапризничаю Я тебя Сейчас С кашей Съем Качает Качает Поэт Ну Не выдерживает Гадалка Ну Я не знаю Ну Допустим Допустим Берется за Другую Коляску Все Как у нас Плохо Поставлены Заботы О детях Установляемость Снизилась Катастрофически Но это Никого Не касается Никого Поэт Это все Тут Выступает Антиквар Ну Почему я Почему все время Я Столько здоровых Обеспеченных Благополучных Нет Обязательно я Неблагополучные Необеспеченные Не понимая Не понимая Берется за третью Колясу Поэт Осталось Две еще И говорит Поэт Жене Я Не вижу Другого Выхода Она Но Можно у меня Но Места Хватит Она У меня Что ли Тоже нет Другого Выхода Он Если нет Другого Выбора Потише Может Говорит А-а-а 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 И начинается Колыбельная Песня Баю Баюшки Баю Ты усми А я спою Я спою А ты усми Ничего Не бойся Победит Герой Врага Образумится Ега Разойдется Это Мгла Ты не Беспокойся Я спою Баю 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 Шки Над Родимой стороной Над Твоею головой Черный Ворон Роковой Виться Перестанет Хоть Не сразу И не вдруг И над нами И вокруг Этот Морок Вековой Наконец Растает Баю 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 Сколько Флагов Нимаши Посреди Вражды И лжи Невозможно Для души Долго Находиться Понимаешь Друг Ты Мой И да я Да мы С тобой Так давно Живём Мечтой Что Пора Ей Сбыться Баю 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 Спасибо 찾ю Мы Остаются Но надежды еще остаются. А я буду очень благодарен, если... То есть, во-первых, я постараюсь ответить на ваши вопросы, если они по ходу дела у вас возникли, и выслушать ваши замечания или предложения, если у вас они тоже возникли по ходу дела. Так что, пожалуйста, проявляйте инициативу или не проявляйте. Все, тогда разрешите раскладиться. Спасибо вам за внимание. Ваши аплодисменты говорят о том, что эта вещь, скорее, вам понравилась. Будем надеяться, что на какое-нибудь дело это дойдет. Спасибо. До свидания.